На одном из наших ресурсов просьба не вести запись и не фотографировать самостоятельно. Желающие задать вопросы спикеру смогут сделать это после нашего выступления. Итак, мы продолжаем цикл Skype встреч в кругу друзей на группе Надежда Тель-Авив. И сегодня наш приглашенный спикер это Юля из города Барнаула, 4 года трезвая. Пожалуйста, Юля, твое слово 40-50 минут, потом будут вопросы-ответы. Пожалуйста, начинаем, мы тебя слушаем. Ой, всем привет, ребята. Добрый вечер. Это что-то невероятное, какие-то ощущения. Я очень рада вас видеть и тех, кого я знаю, и кого не знаю. Я очень благодарна вам за это приглашение. Для меня это прям событие, потому что для меня Израиль играет особую роль. А вообще в моей жизни, потому что я протрезвела в Израиле. Мои первые дни, первые вообще три месяца своей трезвости я провела на израильской земле. И эта группа, в которой вы там сейчас находитесь, и я с вами была первой вообще в моей жизни группой анонимных алкоголиков. Меня сюда привели. Я вот сидела вот здесь на лавочке, около стены. Там сейчас стоит стакан. Самые были две мои наставницы. Меня трясло, как осиновый лист. Ну, я тогда сказала впервые, что я Юля, я алкоголик. И это было первое в моей жизни признание на публике. И, наверное, первое осознанное такое признание себе. И, наконец-то, я вот вместе с трезвостью договорилась с собой, что я сдалась. И вот это было принятие окончательное. Поэтому сегодня я говорю спокойно, очень совершенно, что я Юля, я алкоголик. Я трезвая четыре года и два месяца была вчера. Исполнилось. И спасибо. Я протрезвила в августе пятнадцатого года. Меня привезли в Израиль. Транспортировали, можно сказать, закачанную после запоя последнего, который случился в Москве. Десятидневный, откапали в Москве три дня. И вот на препаратах отправили в сопровождение в Израиль в клинику. Это был мой выбор. Я поехала лечиться с алкоголизмом. Да, еще скажу, что я, ну, уже сказали, да, я из Пранаула. У меня есть домашняя группа, группа Рубикон. Вот. И я выздоровеющий, наверное, алкоголик в сегодняшний день. Но четыре года назад я полетела лечиться. Что-то я немножко так сейчас, ну, путаются мысли. У меня полчаса назад накатил страх жуткий. Прямо меня затрясло от страха. Я написала спонсору, наговорила. Она вот сейчас мне ответила. И, ну, сейчас отпустит немножко этот парализующий страх. Да, и вижу Пашу. Вот чуть-чуть вижу Паша. Паша явился тем человеком, но тогда на первой группе, который мне вручил эту медаль в конце группы. И я помню некоторых людей, когда рассказывали истории свои. Но больше, конечно, всего я запомнила Пашу, потому что, ну, вот вручил медаль и как-то вот обнял. И не особо я слышала, что люди говорят. Я видела только глаза и лица. И Паша мне также вручил медаль. На год трезвости я приезжала и трехгодовалая медалька у меня есть. Ой, очень рада вас видеть. Наверное, немного своей о том, ну, как обычно, да, что первый раз я попробовала алкоголь в 13 лет. И я сегодня знаю, что я уже была готова тогда стать алкоголиком. Буквально на днях я размышляла о том, что вот это полное принятие того, что я, возможно, родилась такой. Вот как у нас говорят, там, о честности, правда. Но мне кажется, что я вот родилась такая, поломанная. И к 13 годам, к первому своему знакомству с алкоголем, я была полностью готова к тому, чтобы, ну, чтобы вот моя, как говорится, мой путь длиной в 30 лет, он уже начался тогда. А почему? Потому что алкоголь... Алкоголь не сделал для меня чудо тогда, как многие говорят. Но я почему-то его ждала. Я не знаю, откуда я это взяла, что он должен был сделать. Но он не сделал для меня, а сделал это для девочек. Они стали раскованные, а я не стала. Я смотрела на них, пяливаясь. И я вот до сих пор эту помню, зафотографированную картинку, как мы в лесу, и я на них смотрю. И какое-то вот сожаление о том, что мало было алкоголя, и мне не хватило. До чего бы не хватило, я не знаю, но чего-то не хватило. И с этого момента каждый раз, когда я к алкоголю прикасалась и с вожделением, я ждала всех вот этих встреч, которые потом пошли по жизни, каких-то праздников, мероприятий, с большим вожделением. Я их даже очень хотела и даже немножко как-то притягивала, но я никому об этом не говорила. Почему? Потому что я ждала вот этого выпитого бокала, двух, и мне нравилось то состояние, которое я получаю. Та внутреннее напряжение какое-то изнутри, которое меня всегда преследовало из детства. Не знаю, как это обозвать, напряжение, пружина или скованность, или страхи, там было всё. Оно меня отпускало, и я могла дышать, и могла вести себя так, как мне хотелось, только под алкоголем. Но при определённой дозе, потому что я быстро очень напивалась в самом начале, и меня клонило, чтобы лечь, и чтобы это состояние не получить. Я контролировала уже с самого начала количество алкоголя, чтобы выпить, получить это состояние, только чтобы не уснуть, потом опять продлилось, чтобы оно продлилось, потом опять допить. И вот это вот контроль этого алкоголя, он был с самого начала. И мне очень нравилось, какую я получала себя, когда я выпивала. Настоящую, нет, даже не настоящую. Я тогда была уверена точно, я получала себя, ну да, настоящую, такую, какую я хотела. И это было очень ценно. И, наверное, вот сейчас сидела, думала перед встречей, настолько ли это было ценно для меня, что ценнее ничего не могло быть. И я на этот вопрос ответила, что да, в моей жизни не было ничего раньше ценного, был только алкоголь. Потому что он давал вот это волшебство, которое мне не давало ничего. И был долгий период моего вот этого розового пьянства, такого, как розового, когда алкоголь был моим другом, когда вот мне, я получала то, что хотела, и не было никаких последствий. Но потом, где-то, наверное, лет уже в 30, я начала задумываться, ну, какие-то опасения. Я плохо помню всю свою жизнь, вот то, о чем, как я думала, да. Я только могу отследить на каких-то, ну, этих событиях. Я помню, при мне мы ездили отдыхать, и наш друг, который с нами ездил на 2 недели, он там 2 недели пухал, и когда мы летели обратно в аэропорту, он навзничь упал. Ну, он не вменяемый был. И первая мысль, которая пришла мне в голову тогда, что, ну, со мной точно такого не будет, да. То есть человек, который не считает, что у него есть проблемки, ну, хотя бы даже хоть немножко не задумывается об этом, он не подумает, что вот так вот точно со мной, вот до этого я точно не дойду. Что-то типа вот таких вот мыслей были. То есть я тоже, ну, проконтролирую. Вот. А то время, когда алкоголь был уже моим таким хозяином, наверное, лет последние 10, я жила с четким пониманием, что, ну, я это знала, что если я выпью, я выпиваю как бы сама там, ну, бокал 2, а потом я почему-то не могу остановиться, я не могу проконтролировать. И я очень долго с этим пониманием жила. И я это знала. Я никому это не говорила. Мне было стрёмно и стыдно. Но я это знала. И ещё одно было знание, что я почему-то не могу не пить. Вот что мне это надо, и меня туда тянет. И если даже я не хочу, то я всё равно это буду делать. И в последние годы я помню вот эти самые, наверное, ужасные вот эти ночи, когда даже если примешь решение остаться без алкоголя, сегодня и в ночь, и когда ночью идёшь в магазин, вот это вот начинается вот это одержимое состояние, что оно требует, то есть внутри дай, и мозг как будто бы парализуется, и он как будто бы даже только, как будто его кто-то загипнотизировал, и ты начинаешь идти, собираться, и при этом я знаю, что я не хочу идти, но я иду, и я начинаю бежать, потому что я начинаю себя ненавидеть, что я вот это вот такая вот слабовольная, или какая-то, да, что я знаю, что сейчас я опять выпью, и завтра какие-то важные дела, или события, или работа, что я опять либо не пойду, либо ещё что-то начнёт приключаться, но я не могу вот этому противостоять, и вот за это я себя ненавидела, и опять же я никому это не говорила, и это было страшно, вот это вот как бы знать об этом, как будто даже на себя как будто со стороны смотреть, и ничего, невозможность этому противиться, и это прям было много-много лет, последних, вот, наверное, лет пять я это знала, и последние три года я уже не работала, и там вообще всё, не то, что там катилась с горы в пропасть, а она уже просто летела в пропасть, и была последние годы паранойя, я правда не знаю, то ли она в последний год была, то ли она несколько лет была, когда я выпивала, у меня в квартире восстанавливались видеокамеры, и я знала, кто за мной следит, и когда я немножко прочухивалась, очухивалась, меня это совершенно не пугало, я не настораживала, как я потом уже поняла, когда чуть-чуть протрезвела, оказывается, я медленно сходила с ума последние годы, но я об этом не знала, и меня это не пугало, и это страшно на самом деле, вот, и ничего же там не останавливает, и мама страдала и сидела, я сегодня маме задала вопрос, что она испытывала в отношении меня, особенно в последний год, у меня такое ощущение было, что она как бы вот сдалась, она всё боролась, она ругалась, кричала, собирала кредитные карты, и там, ну, в общем, я её подписывала из квартиры, вот, какая-то борьба была, но в последний год у меня такое ощущение сложилось, что её не было, и вот за эти 4 года я никогда у неё не спросила, что она при этом, что она чувствовала, а сегодня, сегодня я задала этот вопрос, и она сказала, я говорю, может быть, тебе кто-то посоветовал, как себя вести, мне такое ощущение было, что она вот перестала эту борьбу вести, она говорит, нет, никто ничего не советовал, была великая жалость в отношении тебя, вот, дочь стояла, дочь бунтовала, дочь кричала, дочь изолировалась, отстранилась, как можно меньше со мной общалась, у меня взрослая дочь, ей сегодня 29 лет, вот, и она тогда уже, наверное, года за 3, она умоляла, просила, истерила, она говорила вот эти страшные вещи, когда стояла на кухне, на коленях, она плакала передо мной, она говорила, что я тебя ненавижу, у меня была мама, сейчас ты овощ, и я ненавижу тебя, я когда-нибудь приеду и заберу тебя в репцентр, и, знаете, я помню вот этот момент, когда она стояла на коленях, она плакала, а я сидела на стуле, и я думала, скорее бы ты ушла, потому что ты делаешь мне больно, и скорее бы я выпила алкоголь, чтобы вот эту боль убрать, я заливала все, и не хотела ни чувствовать, и не видеть ни мир, ни жить, ни себя ненавидеть, ненавидела, вот, и последний, наверное, какой-то толчок, что ли, я не знаю, наверное, сейчас я, сейчас я очень много вижу работы Бога в моей жизни, в то время, вообще по всей жизни, как вот он меня вел, и не давал мне умереть, и не давал мне, да умереть, не давал мне, потому что были и травмы, и падения, и как меня не сбили машины, я ездила пьяная на велосипеде, и слава Богу, что это была не машина, и вот последние, перед последним летом, вот этим, мой друг на тот момент сказал, что он устал, и он не может смотреть, как я умираю, и погибаю, и он сказал, что сделай что-нибудь, найди какой-нибудь репцентр, там, клинику, я помогу тебе выкарабкаться оттуда, и я тебя оставлю, все, и меня немножко это проняло, и в тот же момент приехал папа мой из Германии, он вообще не знал, что у меня творится в жизни, он как-то так вот, мне удавалось его вокруг пальца поводить, да, и он не знал вообще, что я пью, и он приехал ко мне в туалет, а за полтора месяца до попадания, ну, до того, как я протрезвела, он приехал ко мне, и он жил у меня 10 дней, и я эти 10 дней беспрослудно бухала, и он, ну, как бы, ну, я это тоже не принимала, а вот то, что друг сказал, что он меня оставит, это немножко меня заставило задуматься, и чуть немножко пошевелиться, и я поехала, вот эта моя надежда была последняя, что если я справлюсь со своей бессонницей, которая у меня была хроническая, у меня был панический страх, два страха было последние годы, до, я не знаю даже, как его описать, это оставаться без алкоголя в доме, да, и вообще не иметь доступ к алкоголю, и ночь, я боялась ночей, потому что я не спала, и мне казалось, когда последняя моя лазейка была, что если я вылечу бессонницу, то я не смогу справиться с алкоголем, и не знаю, каким образом вылезла эта клиника московская, там программа называлась «12-дневный курс лечения сна», и я поехала лечить бессонницу, и меня хватило на два дня там, день на перелет, два дня в клинике, и я пошла пить, я выпила вечером, и я там улетела в запой на 10 дней, и я сейчас остановлюсь на очень важном моменте, который, наверное, сыграл, и я этот момент осознала буквально недавно, вот там, в этом санатории, на 9-й день моего вот этого запоя, я стояла на улице курила, и передо мной, в 10 метрах от меня, стоял доктор в белом халате, до этого психолог мне звонила в номер, говорила, Юля, там, ну, там еще дня, наверное, за 4, Юля, придите, она поняла, что я пью, и придите, мы с вами поговорим, и может быть, я вам могу чем-то помочь, и нет, я игнорировала, я просто бухала там, и спала, и бухала, и ходила за алкоголем, и вот я стою на улице, день 9-й, и передо мной врач в белом халате, и я недавно только вот это открыла, вспомнила вот это событие, что я, у меня появилась вот эта неожиданная мысль, что я должна к нему пойти сейчас, и я готова была упасть к нему в руки со словами «помогите мне», потому что я помню, что я к нему шла, но вот я не помню то свое состояние, оказывается, я вот недавно меня торкнула, что это, наверное, и сыграло вот эту самую последнюю точку, каплю, не знаю, я вот когда я сдалась, вот эти все 30 лет, с 13 по 43 года, я, это борьба с алкоголем, и это было безуспешно, и он меня сделал, да, и вот я вот какому-то врачу, неизвестному, это был главврач того отделения, где я там находилась, в этом санатории, у него было жесткое выражение лица, но я на него пошла, и вот эти вот, вот эти несколько шагов, я понимаю, сейчас были вот той капитуляцией, какой-то внутренней, ну, маленьким шажочком к тому, чтобы вот, когда отчаяние, последний-последний вот этот момент этого отчаяния, знаете, есть такая фраза, я услышала на первом году трезвости, когда отчаяние встречается с возможностью, открывается окно милости, и я теперь знаю, что Бог подводит у меня, по крайней мере, очень часто на то место, откуда я могу сделать вот этот выбор, шаг вперед, то есть возможности он предоставляет мне очень много, но отчаяние у меня не всегда бывает, да, и вот тогда это впервые произошло в моей жизни, вот этот уровень отчаяния перешкалил, и я готова была ему отдаться, этому врачу, но когда я подошла к нему, он очень резко меня обрубил и сказал, что вы хотите, я обиделась, я пошла дальше допивать свой номер, но это уже, я прям сильно на него обиделась, он у меня был в четвертом шаге, в первом, вот, а сейчас я понимаю, что вот тот факт, когда я к нему ушла, вот это было ценное, потому что вот с того момента Бог включился, и стали происходить события невероятные, потому что через пять дней я оказалась в Израиле, я даже об этом не мечтала, я вернулась в номер допивать, я позвонила дочери, она живет в Москве, я попросила, чтобы она меня забрала на завтра, она приехала, меня забрала, через еще день, я еще день потом бухала в Москве в отеле, она мне привезла в отель, сказала, я приеду с бригадой, и ушла, и я еще пошла, набрала алкоголя, и еще улетела на сутки, и еще я ночь пила, и еще я утро пила, а потом еще одно событие произошло, которое я тоже вспомнила, не сразу, но раньше, чем вот эта история с врачом, на утро постучали в дверь, в этот номер, и я встала открыть дверь, и я спрашиваю, кто, и мамин голос, она там, она вообще, она в Барнауле была, и мамин голос говорит, Юля, это я, и такой спокойный, спокойный голос, и я открываю дверь, и она на меня смотрит, и ничего не говорит, то есть не ругает, не кричит, и спрашивает, капаться будем? Я говорю, да, пять часов протерпим, я говорю, да, и у меня было ощущение, вот это я потом вспомнила, что вот этими, вот мама своим видом, каким-то таким спокойным, вот этой фразой, да, что, ну, капаться будем, как будто бы мне сказал кто-то, что, Юль, ты можешь больше не пить, вот как будто дали разрешение на это, не пить, и все, и опять часов мы провели с мамой в этом номере, маленький номер, я курила беспрестанно, пристанно, как сумасшедшая в форточку, мне было плохо, и я чуть не умерла, но я знаю теперь, что, как бы там не было плохо, да, от тех состояний не умирают, когда, ну, нет, потом мне сказали, что я была, когда мне померили давление, там начали откапывать, сказали, что я, ну, давление было большое, но я не умерла, и на следующий день пришел наркоман, сказал, что, и не помню, что он говорил, но вот какие-то вещи такие, сказал, что я ему поверила, он сказал, клиника у меня есть в Израиле, клиника есть в Москве, почему-то мой туда воспаленный мозг решил поехать в Израиль, а не в Москве остаться, вот, и мы, и меня вот транспортировали в Израиль лечиться, мне повезло, наверное, что я поехала именно лечиться, да, если бы не сказали, что я поехала делать какие-то шаги, мой тогдашний мост, наверное, все бы это отодвинул, и, ну, предвзятость вот этой категоричности, упертости, и убеждение в том, что только я знаю, что мне нужно, наверное, он мне не позволил бы вот так сделать, что, ну, полететь, а так лечиться, лечиться, а когда я прилетела, мне сказали доктор, причем психотерапевт, который у меня был на протяжении тех трех месяцев, когда я была в Израиле, он сказал, что вот он твое, твое выздоровление, в шагах ты делаешь шаги, а у него там тоже, ну, он занимается зависимыми, этот доктор, психотерапевт, и я ходила к нему и делала шаги, жила я не в клинике, жила я на квартире, в Батьяне, и вот в первый раз меня привели на группу, вот на вот эту, хотя нет, первый раз меня привели на группу, буквально дня, наверное, за два, за три, до вашей, привели на Инеевскую группу, потому что я попала в руки, когда прилетела в Израиль, в руки, ну, в руки наркоманов, ну, в трезвые руки наркоманов, это члены сообщества «Анонимный Н.А.,» и меня привели туда впервые на группу, там была спикерская женщина, которая была уже на тот момент моей наставницей с большим сроком чистого времени, и она потом была моей наставницей, я так ее и считаю своим первым спонсором, вот, и там была спикерская ее, и там на меня, ну, как я, как новичок, да, никто, я никому там не была, не нужна, и слава Богу, вот, на вашей группе, на вашей группе я очень хорошо помню, и там я начала делать шаги, и там вот это пришло, пришло признание того, что, знаете, у меня был очень жуткий бунт в первые недели, что я никак, когда я протрезвела, я поняла, что там, откуда я приехала, и что там осталось в моей жизни, и вообще, наверное, вот как, через скидку первого шага, что для меня сегодня первый шаг, и первый шаг, ну, тогда, он именно так вот, это, и я сейчас так оцениваю, это остановиться, это остановиться и замереть, и обернуться на свою жизнь, и посмотреть на нее открыто, честно, прямо, без утайки, и без самообмана уже, без вот этих рационализаций, без отрицания, посмотреть, правда, ну, посмотреть вообще на то, что там осталось, а там осталось, оказывается, у меня поле такое из военных действий, где уже все погибли, и я в первую очередь, и там полнейшая разруха, там все выжжено, и мои отношения с алкоголем, мне повезло, да, я вот дошла до последней точки, мне не надо было по шкале от одного до десяти убеждать там, что я не бессильна перед алкоголем, да, и что я, если выпью, то я улечу, я знала этого, и я этого боялась, вот мне, вот это уже было то состояние, когда я перестала доверять себе, и я очень сильно хотела, оказывается, оказалось так, что я хотела оставаться потом трезвой, и я захотела жить, и вот бессильно, да, бессильно, если я выпиваю, то я продолжаю пить, потому что у меня, мне вот что, мне открыли глаза на филомент тяги, на вот эту, вот эту ненормальность моего организма, которая бывает только у хронических алкоголиков, и мне сказали, что ты не виновата, что это у тебя есть, потому что это, ну, вот так сложилось, и все, для меня это было огромное облегчение, это позволило мне принять вот эту свою болезнь, и вот эта одержимость моя тоже, ума, да, она, я тоже о ней знала, и это тоже мне не надо было в этом долго, как говорится, выговаривать, выгреждать в этом, а вот вторая часть первого шага, что моя жизнь, что она, моя жизнь неуправляема, она была, и она есть, вот это оказалось для меня полнейшим открытием, да, и я никак не связывала, что тот хаос в моей жизни, и алкоголь, это как-то взаимосвязано, а оказалось, что разруха моя и алкоголь, это вот переплетено настолько, что я сейчас уверена, ну, вот тогда, например, да, да и сейчас, если не будет у меня программы, не будет Бога, отнеси алкоголь за 3-9 земель, и даже не скажи, куда его, и поставь меня вот в точку А, отнеси его в точку Б, и добираться до него пешком будет 10 лет, или там 20 лет, да, и я в своей жизни буду выбирать какие-то события, какие-то те действия предпринимать, которые меня однозначно туда приведут, пусти меня одну в этот поход, в этот поход, я приду к этому алкоголю, меня магнитом туда притянет, я буду выбирать какие-то семьи, такие работы, не знаю, я буду делать именно то, что меня приведет к этому алкоголю, и вот это для меня было полнейшим откровением, поэтому первый шаг немножко, трудно было сказать, признаться, что я именно алкоголик, и что это навсегда, и что это хронически, и что я с этим теперь буду жить, и будет становиться только хуже, и я вообще еще от этого и умру. Вот эти какие-то вещи, они постепенно в меня входили, но в итоге вошли, и на самом деле мне второй шаг дался вообще несложно, потому что вот я осталась стоять на этом разрушенном поле, и еще знаете как, поле разрушено, военные действия прошли, все умерли, все убиты, и это поле еще заминировано, да, потому что если я сделаю шаг вправо, шаг влево, это вот как раз мои выборы, да, я обязательно выпью, и я этого боялась двигаться, так мало того, я еще как граната замедленного действия, не замедленного, я с выдернутой чехой встаю, только на меня вот донь, вот это неожиданно мне пришла в голову мысль, и когда она ее рванет, да, это очень непредсказуемо, я на самом деле себя боялась, и второй шаг, у меня ребята, которые показали мне в каком я положении, в первом шаге, да, чтобы первый шаг, посмотреть на свою жизнь, сделать вывод, мне шевелиться больше нельзя, замерла и стой, и, а что делать, да, есть не, сила более могущественная, чем ты, у меня не было никаких пониманий о каком-то Боге вообще, для меня второй шаг, они сделали, ребята сказали, ну, мы точно, уверены, что мы, мы были там, мы там же стояли, но нас вывели, у нас есть опыт, и мы сможем точно так же тебе помочь, ты доверяешь нам, я сказала, что да, я доверяю, и мы пошли, то есть, в общем-то, все было просто во втором, я не могу, да, это второй шаг, как просьба о помощи, я не могу, вы можете, только попроси, ну, в общем-то, я и просила, вот, и мы пошли, это было все несложно, на самом деле, несложно, надо было только идти шаг в шаг, прям этой тоненькой тропочкой, да, вот эти вот, из 12 шагов, и не отставать, и доверять, наверное, вот, самое главное, доверять этим людям, и в третий шаг, ну, если я тут управленец, который сделал эту разруху в своей жизни, то надо, надо, знаете, меня заманили очень хорошей фразой, тогда ребята мне сказали, хочешь найти себя, хочешь познакомиться с собой, с настоящей Юлей, узнать ее, принять ее, полюбить ее, познакомиться с ней, да, я сказала, да, я очень хочу, а в третьем шаге мне сказали, только ты не тот управленец, да, тебе нужно из руля выйти и на это место посадить Бога, то есть, вот, как бы, принять решение, отдать свои вот эти образы правления, все ты науправлялась, потому что твой мозг, твои, вот это у меня есть четкое убеждение с самого начала, что меня убивает то, что я думаю, меня убивает то, что я, как я мыслю, меня убивает то, что, как я чувствую, вообще вот вся та, со всех сторон, вот, подойти ко мне, как к какому-то живому существу, все, что я, как я функционирую, меня это все и убивает, да, но, а как мне думать по-другому, я по-другому думать не умею, но спрашивай, да, а как, а вот тогда были вопросы конкретные, ну какой бог, бога нет, давай, ну давай как будто, а как, я не знаю, про направо пойти или налево, ну иди, блин, четыре раза, три там, три или четыре раза направо, окажешься налево, да, сделав ли какой-нибудь выбор, вот, но при этом только самое главное, не бухать, и все равно будет, еще вот такими, да, логическими, всякими штуками мне говорили, там, не верь своей голове, не верь своим чувствам, не верь своей первой мысли, а как это первая мысль, а какой, ну вот не верь, первой, перестрахуйся, лучше переспроси с кем-то, вот пока не верь, а потом, а потом будет, потом можно будет верить, да, иногда первой. Меня путали, но все равно двигаться получалось. А как двигаться после третьего шага, куда двигаться? Для меня связка третий-четвертый вообще она неразделима. Просто неразделима. Я даже не знаю, как... Я, конечно, очень люблю третий шаг. Я очень люблю текст нашего третьего шага в книге. Я могу там говорить и меня не заткнуть. Но там на самом деле все просто. Пересядь на заднее сиденье. И отдай... Я очень люблю плечи, знаете, как вы мне тоже рассказывали, что вот есть две высотки, перед ней, между ними натянут трос и вот бокс пройдет по этому тросу. Да, да, тележку прокатит, прокатит. Ты в эту тележку сядешь. Ну, я всегда отвечала от обратного. Вот это вот... Меня тоже немножко помогало выздоравливать. Надо сесть. Вот хочу, не хочу, надо сесть. Надо сесть и хотеть довериться. Да, и уже... И все будет. Вот. И читать... Писать четвертый шаг. Знаете, когда я где-то после шестого-седьмого шага, мне причем на первом году трезвости, может, потому что я по наркоманскому руководству делала. Как-то там так все разжевывали мне. И я очень много писала. И мне на самом деле был понятен с первого раза шестой-седьмой шаг. И после вот этого шестого-седьмого у меня была, знаете, картинка «Голова рисует кинофильмы». И раньше эти кинофильмы меня убивали, а сегодня они мне помогают выздоравливать, потому что я медитирую, как вот эти вот образы рисую, да, вот это мое богатое воображение. И я и медитирую, я и визуализирую, и размышляю вот с этими образами. И вот моя голова тогда нарисовала после шестого-седьмого шага историю про такого поломанного человечка железного, которого нашли на том вот минном поле, на разрушенном, на военных действиях, да, после военных действий. Подобрали, он был без ног, там, без рук, без ржавой. Вот, и сказали, мы можем тебя собрать, разобрать, добавить новое, убрать старое. Ну, в общем, сделать из тебя новенького человечка. Хочешь, я сказала, хочу, но только доверься. Я доверилась. А нам надо тебе сделать операцию. Хорошо, только на живую, без наркоза. Ой, ну мы тебя будем любить. Мы тебя будем вот как-то вот, не знаю, вот любовью. И я очень благодарна вот этим своим наставникам, насколько они с любовью меня вели, с принятием, с любовью. И, не знаю, волшебный пятый шаг, который то, чего я не увидела в четвертом, я увидела очень мало в первом четвертом шаге. И вот это вот, когда мне спонсор с любовью это преподносило о своих недостатках, и как бы меня не тошнило в реальном, в реальности, да, как мне неприятно было, но вот это вот принятие того, потому что они такие же, и есть возможность принять это. Очень много смирения было, очень много опыта приобретения вот этому качеству, как смирение, на первом году трезвости. И вот этот человечек, мы сделали операцию, мы сделали, его смазали, убрали лишнее, добавили недостающее, и поставили на ноги, и были рядом со мной еще очень долгое время, поддерживали меня. И я очень благодарна. Очень-очень. У меня последние дни, сейчас так немножко перескачу, потому что это слово благодарность цепилось. Меня научила вторая моя спонсор быть благодарной, учила, учила, и сегодня последние две недели меня, видимо, как-то какой-то перешкалило, что ли, вот утром на утренней, на утренней аудиенции с Богом, на утреннем одиннадцатом шаге, когда я общаюсь с Богом, у меня это так очень сложно занимает, наверное, на минут 40-50. Вот, и в тот момент, когда я дохожу до такой фразы, когда я говорю, ну что я сначала молитвы, да, а потом говорю, что, Боже, спасибо, я называю Боженька, Боженька, спасибо тебе за все, за мое трезвое, за все то, что есть в моей жизни, и как я могу служить тебе, и у меня сейчас слезы. Я не могу, у меня настолько это пробирает, у меня этого раньше не было. Это, я желаю каждому, вот кто недавно начинает выздоравливать, вот, да выздоравливаться, до вот этого состояния благодарности, потому что это, ну, это правда, это Божественное состояние, и это дает жизнь, это дает силу и под него идти, и двигаться, вот, и к тому человечку опять вернемся. Четвертый, пятый, да, четвертый, я могу, третий шаг, я принимаю решение препоручить свою жизнь волю, отдать, но я не могу ему ничего отдать, я не могу к нему придвинуться, к этому Богу, да, потому что мне мешает, мешает то, что чем я обросла за свою жизнь, вот это ведомое разными формами страха, самообмана своей корысти и жалости к себе, да, я та, которой, как говорила моя спонсор, слезть с Юлия Спальма, да, вот это вот сильно надутое эго, оно не дает приблизиться к Богу, и его проявление я пытаюсь увидеть в четвертом шаге, ну, пытаюсь и прошу и Бога, и у меня получается, и вот это тоже опыт молитв за других людей, бесподобная вещь. Пятый шаг, впервые рассказала, да, поделилась другим человеком, я очень скрытная была по жизни, я никому никогда ничего не рассказывала, и, ну, да, это, я не могу сказать, что мне это какое-то прям сразу облегчение дало, это потом догнало, вот, оказывается, это потрясающая вещь, когда о тебе кто-то еще что-то знает, не осуждает тебя, и знает все, и не осуждает тебя, да, и принимает тебя, такой, какая ты есть, это дает большой толчок и силу, и силу жить, и веру, веру в Бога, и вообще веру в эту жизнь, потому что, оказывается, у меня большое потрясение было из четвертого и пятого шага, из первого, самое большое, наверное, единственное самостоятельное, что, оказывается, нет на этом свете ни одного человека, который мне желает зла, а это я жила в позиции вот этой обороны, да, как боксер на ринге, вот это постоянно, не знаю, откуда прилетит, вот я ожидала, в ожидании всегда было, чтобы защищаться, а тут, оказывается, мир не такой страшный, и можно жить, и смотреть, и дышать, вот, а шестой-седьмой, я, так как меня выкормили наркоманы, в самом начале, я очень много наркоманских спикеров слушала, и, по-моему, это из наркоманских, вот это, ну, то, что сейчас я расскажу, шестой-седьмой шаг, как я это сразу представила, и мне это провалилось, значит, шестой шаг, это когда я собираю чемодан, чемодан чего, я беру чемодан, открываю и складываю туда все, что я знаю о себе, и хорошее, и плохое, да, я знаю уже об этом, и вот это я складываю, я как бы, любя складываю, и я складываю это с принятием, что это у меня есть, да, есть и такое, и есть и такое, есть и такое, и такое, да, ну, там как бы, и что я с этим готова сделать, я его закрываю, этот чемодан, на седьмой шаг я иду с дорогу, с этим чемоданом, я знаю, что там у меня порядок полный, да, в этом чемоданчике, и я знаю, что вот я готова, я готова его, что за, что, о боже, да, я готова, чтобы ты меня принял, вот там, и хороший, и плохой, что хочешь, надо, забери это, надо это забери, забери это. Какой я при этом стану, вообще я не парюсь. Это вот собирать этот чемоданчик и ехать в дорогу. Мне так это понравилось, из той писанины, которую я писала по шестому-седьмому, и вот это у меня все провалилось. Есть во мне и то, и то. От чего избавиться? Да не знаю, я все не понимаю, я ничего не избавлюсь никогда. Все это при мне будет, абсолютно. Просто где-то я буду этим пользоваться, а где-то я не буду этим пользоваться. Если я с Богом, то, возможно, сегодня я буду от чего-то избавлена, да, или наоборот, мне что-то поможет, там, какой-то мой дефект или недостаток. А как исходить? Меня научили такой техники благодарности, как говорил спонсор, если тебе плохо, сядь и пиши благодарности до тех пор, пока тебя не отпустят. И вот это не 10, не 5, да, а пока не отпустят. У меня был такой опыт в самом начале, когда я это попробовала вынести в мозг, и я села и писала, и там, я не знаю, сколько я их написала, но меня реально отпустили. Поэтому вот этот опыт благодарности, я тогда, помню, какая-то табличка была по шестому-седьмому шагу, дефекты, на что их надо менять, боже мой, если это, то надо вот на это менять, если это, надо любить. Если я это, я как бы путала, но, ну, не знаю, я всё тогда логикой своей брала. Восьмой и девятый. Восьмой и девятый тоже потрясающая вещь. Я до смерти боялась девятых шагов. Но, вы знаете, наверное, вот то, как я зашла в эти шаги с полнейшей готовностью, с полнейшей капитуляцией, с невозможностью, с пониманием того, что я не могу обратно вернуться, вот эта дилемма, да, я не смогу вернуться обратно, мне некуда возвращаться. А вперёд, я не знаю, я боюсь, но по барабану. У меня был опыт в 10 лет, наверное, я сиганула с 10-метровой вышки. Потому что мы туда, ну, я занималась спортом, и мы были в бассейне, и мы подростки, ну, подростки там, дети, да, 10 лет. И мы стояли, мы поднялись наверх, мальчишки были. И я посмотрела вниз, и я поняла, что, ну, не, я не прыгнула. Но когда я увидела ей глаза, я поняла, что, не, я не сойду. Ну, я, я помню, я вот до сих пор помню, вот этот вот, я стою на краю этой вышки, и готова ли я туда прыгнуть, это по барабану. Страшно, да, я сиганула туда. И вот так же, вот с этой одержимостью, как я пила, так я и выздоравливала, и мне было пофиг абсолютно страшно. Но мне говорили, Юль, ты не думай, мы ещё на шестом шаге, или там, ты не думай, мы ещё на восьмом только шаге, да. И как-то, я не знаю, как-то правда ведь получалось. Они как-то так убедительно говорили, и я им верила, что раз они это говорят, значит, так можно не думать. Вот, и составили список, и возместили ущерб. И, знаете, это, да, это, по мне, так, девятые шаги, это не окончательно, ну, как окончательно, нет, это и потом продолжалось. Это, это вот какая-то ответственность за жизнь, и когда я уже становлюсь какой-то взрослой, да. И вот с этой маленькой девочкой, которая жила под Плинтусом, я выхожу на уровень, на другой немножко уровень. И получалось, да, у меня не было каких-то долгов финансовых, финансовых не было у меня девяток, у меня все про отношения. Но когда эти девятки сделались, знаете, вот та история с дочерью, которая отгородилась, и у которой не было мамы, для меня, наверное, самая мощная была эта девятка дочери. Да, и сегодня, я не знаю, сколько времени, да, я перестала следить за временем, да, я и не следила, на самом деле, но как-то было внутреннее ощущение времени. Сегодня так получилось с того момента, что к той девятке я готовилась. Я писала текст, я наговаривала на аудио себя, я слушала, я слушала, как звучит мой голос, чтобы это не было с жалостью, чтобы это не было с какими-то манипуляциями, чтобы это не было, ну, я хотела быть взрослой. Я не умела быть взрослой, я не умела быть мамой, но мне очень хотелось. И когда я возвращалась вот из Израиля в три месяца трезвости, я останавливалась, так быстро перескочу, я останавливалась у дочери буквально на двое суток, и мы тогда стояли, помню, плакали с ней около плиты, обе курили. И я сказала, что мне очень хочется извиниться за все то, что я тогда делала, но я не буду извиняться. Вот тогда, в три месяца, когда я сделала только три шага, я поняла, что я не готова, потому что я ей сказала, я не буду сегодня это делать, потому что сегодня я буду плакать и буду плакать по себе, вот, или по нам, там, или по тебе. А я хотела это сделать по-взрослому, вот с той ответственностью, которую я наконец-таки взяла за тот вред, который я причинила не только дочери и всем близким. И вот примерно месяца в девять было трезвости, я сделала эту девятку дочери, и на сегодняшний день вот результат, вот то, что мы имеем с ней на сегодня, это человек, который тоже выздоравливает в 12-шаговой программе, она тоже ищет Бога, мы с ней разговариваем сегодня на одном языке, и это самый близкий и родной мне человек, и отношения наладились, которых вообще никогда не было. Поэтому программа делает чудеса, и 10-й шаг, 10-й, 11-й, 12-й шаг, это настолько органично сегодня вплелось в мою жизнь, что да, я, конечно, когда с подопечными, с девочками разговариваю, это и 10-й, это и 11-й, это и 12-й, но вот в жизни я это совершенно практически не разделяю, это встало разговор с Богом, как мне говорили, не выходи в мир, не встречайся с людьми, пока не поздороваешься с Богом, это закрыть день вечером, да, пообщаться с Богом, и чтобы попросить, чтобы мы проверили вот этот день, что там было, попросить и помощи на завтра, и попросить прощения, и по дню, и по дню быть с ним, да, и не гадить, и постоянно прозить, чтобы вот это вот как бы в осознанности, да, но в осознанности я понаблюдать с собой, я могу только, если я в тележке с Богом, если я с ним, да, да, конечно, я теряюсь, но сегодня я научилась не спешить, я научилась останавливаться, и, ну, я еще учусь, научилась, научилась, я учусь, и уже такой как бы прогресс, и мне это нравится. Двенадцатый шаг. Мне нравится, знаете, сегодня, сегодня с другом утром говорю, у меня вечером спикерская, ну, поздно, и он говорит, а я, о, да, хорошо, как раз вот этим и закончу, он говорит, я бы слушала твои спикерские в Ютубе, и я, говорит, ну, до сих пор так и не понимаю, вот, ну, тебя, о чем ты говоришь, и я так и не хочу я этого понимать, и я вот, да и слава Богу, что я говорю, а ну, тебе и не надо это понимать, и я не хочу, чтобы ты это понимал, и для меня самое важное, чтобы ты это больше не испытывал, да, вот того ужаса, и не был в этом, а так вот этим и уникальным программам, что люди нормальные, нормативные, и они меня не понимают, они не обязаны меня понимать, и мне сразу сказали, ну, не доноси о своей болезни, слишком много там в семью, и вот, а мы заточены как раз на то, что я услышу и как-то поговорю с человеком, да, и он меня услышит, и мы разговариваем на одном языке, потому что болезни одинаковые, и выздоравливаемые одинаковые. Вот. Наверное, наверное, вот так. Не знаю даже, что еще сказать. Бессмерно благодарна вам за приглашение. Спасибо вам, что послушали. Спасибо. Спасибо, Юля. Я сделаю несколько объявлений, мы перейдем к вопросам. Для напоминания, 12-я традиция гласит, анонимность духовная основа всех наших традиций, все, что ты увидел и услышал здесь, должно остаться здесь. И 7-я традиция гласит, в каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи изне. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы, новых друзей и гостей, просьба не жертвовать. Время сбора пожертвования открыто для объявлений группы или АА в целом. Виталий Калкоголик, друзья, объявление. Приближается наша осенняя конференция 2 ноября в Тель-Авиве. Всем добро пожаловать. Нужны люди для служения, там кто хочет, пообращайтесь ко мне, к Паше. И обратите внимание еще на одну вещь. Там будут переводчики, там будут наушники, хорошие наушники для такого профессионального перевода. Чтобы получить эти наушники, нужно будет оставить удостоверение личности. Отдаете удостоверение личности, получаете наушники, в конце сдаете наушники, получаете обратное удостоверение. Всем, пожалуйста, примите этого внимания, чтобы были у вас с собой туда отзывуты или что-то типа этого. Спасибо. Также репцентр Феникс каждое воскресенье в 8 часов вечера тоже приходите, делитесь опытом. Все, если объявлений больше нет, то давайте перейдем к вопросам. И первый вопрос, Денис. Да, объявление. Переходящий в последовательном репцентре Виктория, пожалуйста, приходите и делитесь опытом. Решили звонить мне, спасибо. Спасибо. Итак, первый вопрос, Денис, пожалуйста. Юлечка, привет. Спасибо тебе огромное. Спитерская, вот так держать в зале микрофона. Спасибо. Прям до мурашек. Очень рад тебя видеть. И вопрос такой, немножко о твоих сегодняшних взаимоотношениях со спонсором. Не о тех, когда это все начиналось, а роль спонсора сегодня в твоей жизни. Все-таки не первый день уже следует. Как вы строите отношения, чем вы занимаетесь, о чем вы говорите, как часто вы общаетесь. Ну вот так, спасибо. Спасибо, Денис. У меня сегодня, получается, третий спонсор, и мы с ней на связи еще несколько года. Когда я ей позвонила, я не выбирала сама этого спонсора, мне этого спонсора предложил наш друг анонимный, когда я к нему обратилась, и Григорий, ты? Вот я ему сказала, что мне нужен спонсор, он мне сказал, вот тебе человек. И я позвонила и сказала, что мне нужен спонсор. То есть все было очень просто, и вот это вот доверие. И она мне задала вопрос, что ты хочешь. От меня, от наших отношений, и я подумала, и... Я ей сразу сказала, говорю, я не знаю, если надо читать, делать шаги, то я готова делать шаги, читать книгу. Значит, я готова делать книгу, потому что у меня второе спонсирование, вторая спонсора у меня была двухлетняя, два года я с ней была, и достаточно жесткое было такое спонсирование. Она была из АА, и я готова была жестком. Значит, надо в жестком, значит, я опять буду в жестком. Настолько я в этом отношении была будто перчевая. И когда она меня спросила, что ты хочешь, я говорю, ну я не знаю, надо читать, значит будем читать, делать, значит будем делать. Она говорит, я не могу тебя сейчас взять читать, но скажи, пожалуйста, что ты в книге хочешь найти новое, ну на сегодня. Ты спонсируешь, спонсируешь, служение есть, есть, это есть там, да, на группе там служение, там служение. Спонсирование, 12 шаг, там вот это все есть, да, есть, что надо, иди, я говорю, ну да, наверное. Ну в общем я подумала сутки, а потом, знаете, для меня вдруг явилось каким-то откровением, осознанием, что можно жить, вот этот костыль, который вот того человечка сломанного поставили на ноги. И я вот все последующие три года жила с каким-то неким костылем в виде вот спонсора, вот прям вот это, знаете, как будто пионер, будь готов, всегда готов. А можно это? Нет. А можно это? Да. А можно это? Да. Вот я как-то вот так жила, и оказывается, что я не жила своей жизнью вообще. И вот за эти сутки, пока я думала, что я хочу от нее, я поняла, что я не хочу больше вот этого костыля. Да. И она мне успела еще сказать первую нашу разговор, она говорит, иди, живи. И прошли сутки, и меня вдруг торкнуло осознанием, что такое ощущение было, что я ждала три года на перроне с чемоданом своего поезда, в который нужно сесть и ехать жить. То есть вот я пришла к тому, что вот это вот жесткое тоже спонсирование, оно из меня сделало, то есть как я была беспомощная, в общем-то я такая беспомощная и осталась, просто трезвая и с шагами. А жить-то я все равно боюсь. И я на следующий день, когда я ей позвонила, я говорю, ты знаешь, я согласна без шагов, я согласна быть на связи, что я хочу, я хочу поводок. Просто очень длинный поводок, чтобы он был, и я знала, что ты есть. И при возможности, когда мне нужно, да, я в любой момент могла позвонить, написать и быть на связи. И она говорит, окей, и у нас отношения пока что, вот до сих пор еще такие, меня это вполне устраивает, и я пошла жить. И для меня это было тоже новый опыт. Вот этот год я самостоятельно, можно сказать, живу, и мы с ней на связи, и я наговариваю ей, и мы общаемся по поводу подопечных, какие-то, ну, по поводу девяток, по поводу служения. Я недавно проходила у нее традиции, традиции, и наши традиции брала, и там она в параллели вела, как с традицией в отношениях. Поэтому мы на связи, и я знаю, что она есть, но я знаю, когда я, например, долго ей звание не пишу, это мне, для меня это уже опасно. Поэтому я нахожу причину какую-то и что-нибудь наговариваю. Ну, иногда, ну, не так часто, нет, это не каждый день, и меня, ну, пока меня все это устраивает. Спасибо. Спасибо, спасибо. Юра, следующий вопрос. Спасибо, Юля. Речь твоя была полна сравнений, и позволю мне одно. Мне кажется, что мы, дети, которые заблудились в темном лесу, и собрались возле костра, поем знакомые песни, чтобы не так было страшно, и ждем, что нас кто-то выручит. Надеемся на это, просим это. Хорошо, пришел рассвет, дети, допустим, с ними ясно. Как быть с человеком, твоим ровесником, у которого нет ничего, ни молодости, ни здоровья, ни детей, пусть от прошлых браков, ни профессии, ни даже страны, в которой он родился. На что он может надеяться? Конечно. Спасибо. Спасибо. Я не расслышала имя. Максим. Максим. Имя есть. Максим алкоголик. Ну, у нас единственный путь, который нам предлагает, и у нас единственное есть, как бы это, вот, как сказать, средство, что ли, да, ну, не средство, инструмент. Ну, то, что есть у анонимных алкоголиков. У анонимных алкоголиков есть только программа «12 шагов». А программа «12 шагов» приводит меня к Богу. Вот меня тогда поставили на две рельсы, да, вот за мамушкой заманили познакомиться с собой, а на вторую рельсу поставили, тебе сказали найти Бога. И потом, в «10 шаге» эти рельсы сошлись, прям реально я это почувствовала, они сошлись, я нашла Бога внутри себя, как говорит книга, только там внутри она и может, это сила она и найти. Нужно на что полагаться, я не знаю, на что полагаться другому человеку, но я знаю, что я сегодня полагаюсь на Бога. И меня программа к этому привела. И вот, например, сегодня я начала, прям буквально несколько раз мы встретились с новой подопечной, и я знаю, куда мы с ней пойдем. Мы с ней пойдем искать Бога, потому что положиться, я не знаю, на кого еще можно. У меня нет даже других предположений на что и на кого. Но трезвой оставаться точно можно, если вообще нет ничего. У нас вчера на группе пришел человечек, выпивший, и он говорит, сегодня я не могу, если я не выпью, я потеряю работу. Есть выбор еще, наверное, не знаю, но есть точка невозврата, говорит мне. Я испугалась очень сильно, поэтому, наверное, сложно мне сказать. На Бога. А поначалу, возможно, на спонсора. Но только не на себя, точно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Юля. Как я тоже выяснил, полагаться на Бога, это не самая плохая идея, которая может быть. Спасибо. Виталий, алкоголик, у меня тоже к тебе вопрос. Вот ты упомянула традиции, традиции в отношениях. То есть я так понял, что ты знакома с этим. Вот как ты думаешь, твой личный опыт, да, применение традиции в сообществе и в личной жизни. Есть ли надобность, есть ли необходимость, применяешь ли ты в личной жизни. Или больше в сообществе, да. Спасибо, Виталий. Это вот тоже такой момент. Да, для начала, конечно, мне кажется, нужно понимать, что ты кай, да, всё. Для начала мне тоже хотелось понять, что такое шаги, что такое вот этот шаг, что такое вот этот шаг, и вот как это применять это в жизни. Также есть традиция, мне кажется, что традиция это какой-то вот отдельный такой организм, что вот они, как каждая отдельная, да, на самом деле, как единый организм. И это также о том, где, как я могу, я не знаю, как это разделить, я не представляю. Это настолько органично вплетено в жизнь, в сообщество и в жизни. Это же правило, просто по которому я, мне жить надо. Ну, при принципу, правило, я, ну так, совсем по-простому, ну, правило. Ну, принципы, которые, у меня, кстати, вот молитвы, так интересно, вот год прошёл, я первые традиции брала год назад, и там нам дали молитвы по традициям. И до сих пор, мне очень нравится, каждый мам, вот все 12 молитв по традициям, я пробегаюсь по ним каждое утро, и, а как, конечно, и в семье, и везде, но это, я не разделяю, что вот это сегодня я по этой традиции, а вот здесь вот я по этой традиции, да. Это просто какие-то духовные принципы, которые применяются в общении с людьми, мне кажется, с любыми. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо, Юля, у нас микрофон отключился, я буду стоять поближе к камере, которая на видео, и мы будем задавать вопросы, если тебе будет плохо слышно, просто переспрашивай, я буду дублировать вопросы. Лена, пожалуйста. Юлечка, здравствуй, не знаю, помнишь ли ты меня, я тебя очень хорошо помню, и рада тебя видеть, и спасибо тебе большое за чудесную, спикерская, спикерская, вопрос мой такой, я вот в твоем ответе услышала, что было жесткое спонсорство. Во-первых, ты слышишь меня, да? Да, да, да. Во-первых, в чем выражалось это жесткое спонсорство, во-вторых, ко мне, у меня в последнее время, ну так сложилось, что обращаются люди, подопечные, со сроком трезвости даже больше моего, ну или с каким-то таким уже серьезным сроком. И причина, что они ищут жесткого спонсорства, что якобы предыдущие отношения со спонсором были слишком мягкие. Так вот, мне интересно узнать от тебя, что ты считала жесткого спонсорства, как частые созгоны, там, общения или какое-то нормирование, вылетение или чего. Интересно просто, чуть подробнее. Да, спасибо, Елена. У меня первые шаги были на подководство наркоманские, да, и я поняла, что к концу первого года, и такое небольшое предисловие, меня просили уже спонсировать БА, а я поняла, что я не могу БА отдавать шаги энеевские. И я пошла в шаги, я осталась уже без Израиля, я пошла в шаги специально для того, чтобы, шаги по большой книге, чтобы узнать эту книгу, да, я уже слушала к тому моменту очень много всяких спикерских семинаров, что мне это нужно, мне это хочется, я хочу отдавать по книге. И я пошла в шаги, вот, нашла я спонсора, только вот как бы, ну, вот, по этой, для этого, да, мне нужны были. И вообще, в принципе, спонсор, я не понимала, как мне жить без спонсора. И шаги так шаги, значит, давай будем делать. Мы начали с нуля, что было условием? Условием было четыре группы в неделю, ежедневный звонок в одно и то же время, как бы, ну, вот, началось так. Ну, на самом деле, я не считаю, что для меня это было невыносимо. Я жила два года так, и нигде, ну, как бы, меня это не напрягало, вот так. Меня это не напрягало, для меня это было нормально. Ежедневный звонок в одно и то же время, где бы я ни была, я за два года перенесла только единожды скайп-встречу, попросила, ой, два раза я перенесла время. Потом через месяц подключился ежедневное отправление вечером плана на завтрашний день. То есть каждый день я отправляла план, где бы я ни была. Там по пункту время все указано, где, куда, чего и как, с кем, куда. Если по времени дела, значит, по времени, не по времени, не по времени. Потом там было каждый вечер участие Бога в моей жизни, и последний пункт, что не сделал. Я, когда это впервые увидела, месяц-три, месяц мы с ней прообщались, у меня был вынос мозга. Я ее видела, как, я что-то вдохнулась. Как это я буду каждый вечер что-то вот, ну, в телефоне писать, там, этот план в интернете, ну, на почте. Я, ну, знаете, я привыкла, я потом поговорила со своим доктором, мы с ним были еще на связи. Он говорит, это кому, это тебе надо, а, это, говорит, полезно тебе будет. Он просто-напросто сказал очень легко и просто вот этой фразой спокойно. Он говорит, ну, тебе будет полезно. Я так жила два года с этой ерундой. Вы знаете, я потрясающий опыт приобрела. Писать план каждый вечер, два года, писать там участие Бога в моей жизни и отправлять это кому-то. Да, вот хочу, не хочу, могу, не могу, я спать не лягу, пока я это не сделаю. Вот, а что еще, ну, в общем-то, наверное, а, ну, да ну, нет, наверное, в общем-то, я не знаю, для меня это все было не жестко, но безаполиционно, да, вот так, никак иначе. Если это, ну, вот, например, был такой момент, я приехала в Москву, она из Москвы, мы приехали покупать у дочери платье на свадьбу. У нас четыре дня, мы как совраски с ней бегаем, ищем платье, туфли, и вдруг, и спонсор говорит, у меня есть время на завтра, чтобы мы с тобой встретились, почитали книгу 12 на 12. Я говорю, ну, завтра не получится, она у меня на завтра опять, у меня завтра есть время, чтобы мы почитали книгу, встретились. Я говорю, ну, у меня не получится опять, я на третий день так же. И тут у меня начинается внутренняя истерика, я говорю, вообще, я приехала за платье покупать, вот это важно, я говорю, я не планировала, мы можем почитать, я завтра улечу, мы можем встретиться, почитать, что это вот за, ну, вот за вот так. Вот, и в итоге я поняла, что это будет, вариантов мне не дадут. И я смирилась до слез, ну, там у меня была истерика, я думала, я сейчас ее пошлю, вот, но я, конечно же, этого не сделала. Я смирилась, и знаете, с какой мыслью мне получилось смириться? Я сказала себе, хорошо, я выберу на завтра время, но я возьму это на хорошее. Каким образом? Я сделаю из этого выводы какие-то опыты, я возьму из этого опыт, как мне дальше поступать или так со своими подопечными, либо нет, вот это вот, вот ломать вот так или нет. Да, все, я сказала, окей, мы завтра встречаемся, на завтра утром мы покупаем платье, оказывается, и у меня освобождается день, и получается встреча со спонсором вот так по массу, да. Но вот такие вещи, ну, я не знаю, меня многому это все научило, очень. Но вот четыре группы в неделю, нас в Барнауле, еще ни одна из моих подопеченных, вот кого я вела в Барнауле, сейчас у меня три, вот как бы три, да, девочки, вот три группы, да, давай будешь ходить три раза в неделю, четыре никто не делает. А я так четыре, да, я так два года я прожила с четырьмя группами, где бы я ни была, в каких перелетах, разлетах, что-то еще не помню я было, не помню. Ну и в 11, после 11 шага мы немножко, мы разбежались, если честно, я приняла решение в 11 шаге, когда мы закончили, закончили эти отношения, потому что опять было вот такое, ну, как-то вот мне предложено было новый духовный опыт получить по молитве Святого Франциска. Есть такая там какая-то вот халабуда, да, вот это вот по какими-то словам, чего-то куда-то звонить, кому-то говорить, чего-то отпишивать, отзваниваться, да, 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 да. Вот, и я сказала, что я не буду этого делать. У меня молитва Святого Франциска на ежедневной основе, каждый день я могу плакать под нее. Я вот, я не знаю, она у меня как рабочая, я вообще пойму это молитва, может быть. И я не хочу этот опыт получать, созваниваться с пятичущими человеками дополнительно, мне не надо. И в итоге я приняла решение, что это сильно была категоричность для меня вот так-то. Поэтому, ну не знаю я, я правда так сказала жестко, но в общем-то, для меня была жестко сплана. Спасибо. 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 Лея, пожалуйста, попробуй сейчас. Юля, большое спасибо. У меня такой вопрос к тебе, ты спогласила, ты простила себя за те ошибки, которые ты в жизни сделала? Только честно. Ты смогла простить себя? Или иногда ты вспоминаешь какие-то моменты, если быть честным, да, то ты себя не как бы не, ну, не прощаешь. Потому что, ну, потому что это очень тяжело. Спасибо потом, ну, кого-то, это книжка, вот так-то. Ты поняла вопрос? Да, спасибо. Вот это потрясающее, ну, это у меня так, это потрясающее состояние, вот как раз-таки, когда есть возможность себя простить только лишь потому, что Бог тебя простил. Да, и вот это вот у меня такой Бог, который, который, он меня любит. И я в этом сегодня уверена настолько, и он меня принимает, и, как мне говорили тогда, чтобы вот это вот, вот это вот я получила, вот я испытала вот это доверие к нему, мне тогда говорили, что он был там со мной во всех тех ситуациях, за которые я не могу себя простить, он был рядом. И вот сейчас такая мысль пришла, думаю, откуда они это все знали, да? Нет, 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 почему я им верила? Почему я им верила? Потому что это вот настолько было как-то, ну, я не знаю, правда, они говорили, а я верила. Что он был там со мной, и он очень любящий, он очень принимающий, он очень, ну, он очень прощающий, он, я ему нужна вот такая, какая я есть. И он вел меня, вот эту вот, вот эту слепую, ничего не хотящую слышать, все отрицающую, да? Он вел меня настолько бережно по этой жизни, и, ну, он был там, это я точно знаю. А зачем меня себя, почему, почему мне себя не нужно прощать, если он меня простил? И он даже, ну, не знаю, как это сказать, он даже меня не прощал, вот как, по-другому, знаю по-русски это выразиться. То есть, это мне нужно себя простить, а не прощая себя, ну, это гордынька такая, да, типа, я недостойная прощения. Я делала как-то от обратного, не знаю, я не знаю, правда, как это так получалось. Это не за раз, это не за один день, это заняло время, но это, мне говорили, дай времени, время, всему свое время, и это тоже придет. Но прощение приходит и принятие, когда делаешь, наверное, программу и окончательная точка, это девятки. И там приходит прощение. Прямо, не знаю, у меня, да. Спасибо. Спасибо, Юра, следующий вопрос, Паша, пожалуйста. Юль, привет, спасибо, Солнце, ты очень классная спикерская, прям, ну, за душу взяла. Я хочу пригласить тебя, да, еще раз, приезжай, мы тебе медаль-то дадим. Вот, и у меня есть такой вопрос, значит, ты четыре года уже выздоравливаешь, я знаю, что ты, ну, мы уже поняли, да, что у тебя есть подопечные, что ты идешь по шагам. Опять же, много в разъездах, да, ты, ну, я бы хотел узнать, что ты делаешь для ее, и какое, да, какие служения ты делаешь, как это у тебя было, как ты в это вошла, как ты начала это делать, и что ты делаешь сейчас. Именно о служении. Спасибо. В четыре месяца трезвости на той группе, на которой я была, когда я приехала, я пришла на группу, и там читали большую книгу, в общем-то, такая, все так мило, мне так нравилось. И в четыре месяца трезвости на этой группе вдруг сказали ребята, что нам нужно, ну, нам нужен ПГ, представитель группы, может быть, ты сидишь на комитет, посмотришь, вдруг тебе это понравится. Я озвучила, конечно же, это своим спонсорам, наставникам, они сказали, не-не-не, тут они сегодня, но ради ее попытки я туда съездила, на этот комитет, и я поняла, что это не для меня, я не потяну, потому что все были козлы, и вот это ужас, я не готова была в эту мясоружку попадать, и, слава богу, и меня и оградили, да, и, ну, вот, как группа, да, я сейчас вот к чему, как группа предлагают новичку четырехмесячному, быть представителем группы, когда на группе, ну, вот так, вот, и я когда-нибудь продолжала, ну, обычное такое служение, там, мыть чашки, покупать какие-то, да, вещи, четыре месяца, ну, продукты, там, чай, кофе, вот, а в десять месяцев трезвости мы, я ушла на другую группу, и где тоже меня очень насильственно пытались сделать ПГ, и, в общем, но там уже была вторая спонсор, которая говорила, ты прошла традиции, ну, говорила, нет, ну, и все, то есть меня вот такие вот, да, вот, большие предкомитеты меня не пускали, поэтому ведущие к казначеям, нет, казначеям не была ни разу, вот, за те два года, какое-то вот посильное служение было на группе, да, всегда, а потом, в два с половиной года трезвости, когда я приехала с Израиля, и у вас же короткие группы, ну, полтора часа, да, в Москве тоже, ну, как короткая, сейчас, у вас полтора часа в Москве, час-пятнадцать группы, а когда я приехала в Барнаул, в Барнауле у нас группы по два, по три часа, и я поняла, что я хочу короткую группу, вот, я хочу, чтобы была короткая группа, но тогда я еще была совсем зеленая, там, год трезвости, и, наконец-то, вот, два с половиной года трезвости появились ребята, которые, ну, как вот, единомышленники, да, с которыми я поняла, что мы можем пойти, и мы создали, ну, втроем, организовали новую группу, нашей группе вот скоро будет в январе два года, и она короткая, она сейчас пятнадцать, и мы потом еще полчаса у нас свободное общение, сегодня мое служение, и вот как эта новая группа, у нас всего было трое, мы вот как бы нарабатывали нас новых, да, и мы книгу, мы спонсируем, мы сами со спонсорами, мы читаем большую книгу, нас не очень любили изначально, ну, как, не то, что прям не очень любили, но на нашей группе приходить надо вот либо за шагами, либо вот, ну, по крайней мере, не для, не посливаться, да, вот, поэтому, поэтому все было, как говорится, в наших руках, мы и казначеи втроем, и те, и пятые, и десятые, вот, но на сегодняшний день нас уже, нас уже, ну, как много, нас, наверное, человек семь-восемь таких вот ребят, которые стабильны, и мы с шагами, и на сегодняшний день я являюсь представителем группы, тормовать я туда и не очень хотела, но как бы другим больше некуда, да, представителем группы на комитете на нашем, на районах, также являюсь представителем, ой, председателем службы информационного телефона у нас в регионе, вот, год как скоро будет, и, ну, два года этого служения будет, что еще, ну, какой-то такой, как наша группа, да, мы, о пятой традиции, например, вот этим летом мы организовывали круглый стол, наша прям группа, вот нас вот три человека, я залеплась в три, как это, тремя людьми, что-то делать, какие-то масштабные мероприятия, это ужас, но мы сделали круглый стол со священнослужителями, было, наверное, 14 батюшек с нашего, со всего региона, мы сделали презентацию, все это в достаточно хорошем уровне, мы приглашали на это мероприятие спикера, который является, ну, он и священнослужитель, и анонимный алкоголик из Москвы, и он приезжал к нам, то есть мы за свой счет, мы группой собираем, вот мы делали эту презентацию, и вчера, буквально позавчера звонил, там еще отец Александр, он говорит, Юля, я хочу вас пригласить также вот этой же презентацией, там, в другой город, вот, и мы организовывали семинар, мы приглашали нашей группой про наул Григория и Дмитрия, вот, ну, вот как-то вот такое служение, пока так, спасибо. Спасибо, Юля, спасибо, наше собрание подошло к концу, поблагодарим спикера за его выступление. Спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу, если я кого добился, прошу вас прощения. Хочу напоить вам, что мнение, высказанное на встрече, это личное мнение и опыт каждого, не мнение, а все. Закончим наше собрание декларации о ответственности ААН. Если кто-либо где-либо будет страдать от азотокализма и независимости, я хочу сказать, что рука помощи противому человеку. И я отвечаю за это. Дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не сила, изменить. Мужество изменить то, что могу, и мужество отличить одно от другого. Аминь. Спасибо, Юля. Спасибо, Юля. Спасибо, пока, Юля. Спасибо, пока, Юля. Спасибо, пока. Спасибо, Юля.